Вчера я вышла в коридор и решила здесь включить свет. Только включаю, и такой щелчок, как знаете, бывает, когда лампочка перегорает, и всё, в коридоре света вообще нет. Я подумала, лампочка, скорее всего, перегорела, но меня немножко смущает то, что в этом коридоре получается одна люстра с тремя лампочками, дальше вторая люстра с тремя лампочками, и там ещё одна люстра тоже с тремя лампочками, то есть в итоге мы получаем 9 лампочек, и что, 9 лампочек могли разом перегореть? Такого не бывает. Я подозреваю, что проблема здесь в проводке. Я, конечно, сейчас попробую из зала открутить лампочку и поставить вот сюда, и посмотреть, будет ли что-то работать. Блин, ну мне так не хочется этим заниматься, честно говоря, ну куда деваться, сейчас попробуем. Как обычно, не прошло и кода, как я вышла на улицу. На улице дождь, на улице был дождь, сейчас, вон, наконец-таки перестал идти, поэтому я решила сходить на улицу, и я хочу пойти в фикс прайс. Я уже там вообще давно не была, точно больше месяца. Надо кое-что там прикупить. Пришла я сейчас в фикс прайс, и всех, кто без перчаток, оттуда просто тупо попёрли. Представляете? А, и так, что где-то нужно раздобыть перчатки. Вошла в карусель. Хочется мне какие-нибудь цветочки купить, но, наверное, я это сделаю после отпуска. Вот эти мне понравились, красивые. Мыло до 93 рубля. У меня возникает ощущение, что цены поднимаются постепенно. Смотрите, какую в магазине я купила жвачку. Дирол с активированным углём. И она должна быть чёрного цвета, видимо. Хотя, не знаю, может быть, оболочка чёрная, а внутри она будет, кстати, белая. Но сам факт того, что это активированный уголь, достаточно необычно. С активированным углём, по-моему, жвачек ещё никогда не было. Я приступила к приготовлению ужина. Решила приготовить вот такое вот вкуснятино от Маги. Сочные куриные грудки в соусе 3 сыра. Наверное, будет что-то очень вкусное. Делаю по рецепту практически. Я уже нарезала куриное филе. Конечно, куриное филе там советуют нарезать не таким образом, но мне захотелось так. Порезала кубиком картофель произвольно. Дальше сметанку взяла. Ещё нам понадобится вода. И также по рецепту нужна консервированная кукуруза. Вот она. Но у меня кукурузы нет, и к тому же я не хочу её добавлять. Даже если бы она у меня была, потому что мне не очень нравится вкус тёплой консервированной кукурузы. Я бы её просто положила на гарнир холодненькой, но не запечённой. Иногда я покупаю такие вот штуки от Маги. Конечно, не особо это полезно, но очень вкусно. Приступаю к готовке. Я уже приготовилась. Вот такая красота получается. Вышло вкусно, но единственное, что как-то соленовато. Возможно, в приправе было достаточно большое количество соли, но на любителя я соль не добавляла. Он для меня немножко пересолен всё-таки, но так очень даже вкусно. Чувствуется вкус разных суров. Так для разнообразия, в принципе, можно брать. Как обычно, начинаю снимать свой влог в подъезде. Иду на улицу. Как обычно, на улице почти вечер. Я только выползла из дома. Я иду сейчас в Wildberries за своим заказиком. Покажу вам, что я там заказала. Заказ, кстати, пришёл очень быстро. И потом ещё нужно будет зайти в магазин за продуктами. Маска у меня вот здесь вот. Ну, я её одеваю только, когда захожу в какие-нибудь магазины, например. На улице я её не ношу, смысла нет. Иду обратно. Забрала пакет полностью наполненный. Тут у меня обувь. Конечно, хотела зайти в продуктовый магазин. Но я сейчас зайду домой, занесу и потом сбегаю. На улице дуванчики. Солнышко светит, хотя с утра был ливень. В принципе, в Питере сейчас погода какая-то непостоянная. В середине мая постоянно идёт дождь. Практически каждый день. Потом солнце, потом опять дождь. Такая типичная погода питерская. Я, как всегда, разложила всё на полу. Мне здесь удобнее показывать, потому что на столе у меня ноутбук. И всё тут заставлено. Зашла быстренько в магазин. Купила вот такой вот чай зелёный. Тес. Печеньки желейные. Мой любимый сырный соус Махеев. Обожаю его, особенно с макаронами. Люблю его потрескать. Дальше сыр вот такой, кстати, тоже очень вкусный. Вот от этой марки. Молоко. Шоколадка Милка стоила 49 рублей. Вот это вот с Орео очень вкусное. Дальше сметана. Потом вот такие вот конфеты взяла. Тоже по скидке. Творог. Там у меня морковка. Яблоки. Киви. Затем взяла два вот таких вот творожка чудо, сгущёнка и яйца. Я вышла на улицу, гуляю. Недалеко здесь метро. Постык ветеранов. Сейчас мы встретимся с моей коллегой. Погуляем. Ей подарю подарок. Сертификат. Магазин Лабиринт. Погода отличная. Только ветер очень холодный. У меня даже уши мерзнут. А так солнышко. Хотя с утра опять был ливень. На улице как обычно ветер. И, наверное, скоро пройдёт дождь. Я сейчас иду в фикс прайс. И хочу посмотреть, что там есть новенькое. Перчатки у меня есть, маска есть. Так что в магазин теперь можно идти. Веду прямой репортаж о том, что находится у меня в ванной комнате. Покажу вам свою косметику. Здесь у меня такая вот полочка. Здесь находятся мои зубные пасты. Это те, которыми я пользуюсь на данный момент. Такая колгей. Там у меня паста зубная корейская с папайей. Покупала я в подружке. И там у меня паста колгей. Потом зубная щётка. Тут у меня всё для линз. И здесь у меня стоят мои растворы для линз. Оптифри. И там ещё какой-то растворчик. Здесь внизу у меня две мои мицеллярки, которыми я пользуюсь. Эту я уже добиваю. Беленда с кокосом и алоэ. Кстати, очень классная, мягкая. И глаза абсолютно не щипят. И отлично смывает макияж. И Невея. Это уже такая проверенная мицеллярка. Тоже нравится. Тоже отлично снимает макияж. Тут у меня щётка. Здесь тоже всякие умывательные штуки. Эвелин. Тоже уже почти закончилась. Пенка для умывания. С лаймом. Очень вкусно пахнет. Такой цитрусовый приятный аромат. И постоянно у меня вот эта упаковка как-то деформируется. И здесь у меня от Планета Органика пенка для умывания. Тоже неплохая, но не самая лучшая. Есть, конечно, пенки получше. Дальше. Здесь в ванне, как обычно, на бортиках у меня всё заставлено косметикой. Добиваю я скраб Деликея. С дыней. Очень классный скраб. И здесь у меня вот такая вот маска для волос. От Комплимент. Очень большой объём. И мне её точно хватит на очень долго. Тоже, кстати, классная. Здесь у меня шампунь Шаума Сила Кератина. В этой стороне у меня стоит гель для душа. Чистая линия со смородиной. Очень вкусный аромат. Дальше вот такая вот пенка Мусс от Нивея с ванилью. Это средство для интимной гигиены. Чистая линия. Неплохое, кстати, средство. И здесь у меня Силки Тач. Это мусс для бритья с тирамису. Очень вкусненько он пахнет. В этой части у меня гель для душа от Нивея с лемонграссом. Приятный цитрусовый аромат. Здесь у меня от Концепт Арктический Блонд. Бальзам мой любимый. Здесь гель для душа с тыквой. Приятно, кстати, пахнет. От Миксит. Крем лифтинг. Для тела. И вот такой вот скраб. И также пытаюсь добить вот этот бальзам от Планета Органика. Но он просто ужасно очень жидкий и вообще не работает. И с этой стороны тоже тут кое-что у меня есть. Тут сушится моя мочалка. Сейчас ее уберу. Здесь шампунь, шаума, смузи-шампунь. Очень вкусно пахнет какими-то тропическими фруктами. Прям аромат обалденный. Тоже добиваю Викторию Сикрет. Это крем для тела или лосьон для тела с вишней. Добиваю, но больше не куплю, потому что в составе парафином-ликвидом. Дальше вот такой бальзам классный для волос Аквалайт. Мой любимый шампунь Herbal Essence. Пассифлора и рисовое молоко. Очень вкусно пахнет. И потом от волос тоже исходит приятный аромат некоторое время. Шампунь Пантин. Тоже из серии Herbal Essence. Пассифлора и рисовое молоко. Это бальзамополаскиватель. Здесь у меня шампунь от Elsev L'Oreal. Кстати, тоже очень даже неплохой. Такое средство. Быстрое экспресс удаление желтизны с волос. И дальше тут у меня от Avon Planet Span. Увлажняющий гель для тела. Тоже очень вкусно пахнет морем, солью и водорослями. Теперь поднимаемся выше. Здесь у меня некоторое количество полок, но здесь не вся моя косметика. Например, тут наверху у меня стоит мой гель для душа. Просто он никуда не вмещается. Это тайна Амазонии. Очень вкусно тоже пахнет. В первой полочке у меня там бритвенный станок. Здесь у меня гель-жилет для бритья. И такой запас Кефри гель-лентильной гигиены. Все, остальное это не мое, но я это не трогаю. И вот здесь полностью вся моя полка. Я тут постоянно навожу порядок. И постоянно у меня тут какой-то кавардак. Давайте быстренько покажу. Vitex это салициловый тоник для проблемной кожи. Неплохо подсушивает, но он не очень приятно, конечно, пахнет. От Delicae спрей для волос. Керастаз масло для волос. Немножечко тут осталось. Скоро добью. Вот такое средство. Фармакос. Это сокровище мертвого моря. Сыворотка для кожи вокруг глаз. Дальше моя любимая сыворотка от Planeta Organica. Очень классная. Это у меня какой-то пробник от L'Occitane. Гель для умывания. Дальше вот такие вот патчи. Маска патчи для глаз. Здесь скоро я добью кокосовую маску от Organic Kitchen. Здесь у меня крем от Planeta Organica с бананом. Тоже видите, скоро он у меня закончится. Это кислотный пилинг, но он очень плохо работает. Здесь у меня термальная водичка от Урьяж. Дальше маска с морковью от Planeta Organica. Так, далее здесь у меня вот такой вот крем с малиной от Nivea. Я на зону шеи и декольте не всегда мажу. Здесь у меня маски-таблетки из FixPrice. Это пена для бритья от Dionica. Это же такой тоник от L'Oreal. Тоже видите, чуть-чуть осталось. Сухой шампунь. Прелесть. Так, и здесь у меня завалялся от Ямалая клубничный гель для умывания. Также там у меня миндальный скраб. Потом вот такой вот крем. Герантол для сухой кожи. Я его либо как маску использую на всё лицо, либо под глазки. Тут у меня сухой шампунь от Greenway лежит в пакетике. И вот такой вот кокосовый бальзам там у меня валяется. Потом здесь у меня всякие разные маски. Это пенка для умывания Skinlight. Скраб тоже для умывания Skinlight. И вот всякие масочки от Комплимент. Маска-плёнка, какая-то гиалуроновая кислота. Это у меня саше для волос. В салоне красоты мне давали. Вот такой вот пилинг, кривой эффект. Там у меня баночки от Organic Kitchen. Это, кстати, у меня маска пробник от Lush. Крем для тела Mimimi. Там у меня чёрный жемчуг. Это у меня крем для лица дневно-ночной. Пока в запасе стоит. Здесь маска для лица 50 градусов. Очень крутая маска. И на самом дне там у меня зефирка-скраб для лица от Organic Kitchen. Вот такая полочка. Это, в принципе, на данном этапе вся моя уходовая косметика, которая у меня есть. Смотрите, девчонки, какая красота. Константиновский дворец. Но сейчас в связи с пандемией всё закрыто. Поэтому остаётся любоваться через вот такой вот забор. Но когда откроют, обязательно потом мы сходим на экскурсию. Очень красиво. Сегодня ещё солнышко светит. Тепло. Вот здесь мы гуляем. Даже жарко сегодня. Такой вот эллипийский градус. А дувальчики такие красивые. А, ты думаешь, что вон к тому памятнику пройти нельзя, да? Нет, оно закрыто сейчас. Хотя раньше я помню, мы там были. Дима, не надо выливать. Почему выливать? Всё, мы уже с коллегой разошлись. Она вошла домой. А я сейчас пойду схожу в Фикс Прайс. Тут недалеко от метро Ленинский проспект. Есть Фикс Прайс. Я всё ищу картину по номерам. Пытаюсь найти, но здесь вообще нигде нет. Я уже 4 Фикс Прайса побегала. А не одна картина. То ли не свезли, то ли уже разобрали. Но пока у меня есть возможность. Пока я тут нахожусь, сбегаю. Я тут хожу в чёрной маске. Погуляли мы сегодня в Стрельне. Очень круто. Но, к сожалению, там всё закрыто сейчас. Даже на набережную не пройдёшь. В связи с этим вирусом. Не знаю, когда теперь это всё откроют. Ну, по крайней мере, издалека полюбовались красотой. Кисюль. Все кошки меня игнорируют. Я, наконец-таки, дома. Боже мой, как я устала. Как у меня болят ноги. И на голове опять непонятно что. Вот что значит лечь спать с такой вот мокрой головой. Классно мы сегодня погуляли. Мы сегодня с коллегой по работе ездили в Стрельну. От нас тут, в принципе, недалеко. И здорово мы там походили. Очень много людей. Там гуляет много велосипедистов. Прям очень много. Сегодня погода такая солнечная, тёплая. Почаще бы выбираться на такие классные прогулки. Мы, конечно, хотели погулять там в парке. Посмотреть поближе Константиновский дворец. Набережную. Но, к сожалению, сейчас там всё закрыто. И можно за красотой наблюдать только издалека. Заходила сейчас в магазин. Купила такой сок. Любимый. Давно вообще не пила о соке. Мы так находились, что сейчас такой конкретный прям сушняк. Очень хочется пить. И я сейчас начну готовить. Я, наверное, сейчас по-быстренькому приготовлю себе шаурму. Я мешаю соус. И, в общем-то, по-быстренькому сделаю такой легкий перекус. А к вечеру уже что-нибудь приготовлю. Хотя сейчас уже доходит 7 вечера. Ну, у меня, знаете, вечер понятие растяжимое. Губы я сейчас не крашу, потому что красить губы смысла нет. Всё равно ходим в масках. И очень непривычно. Без помад, без карандаша, без ничего. На улице отличная погода. Я гуляю. Точнее, я тоже по фикс-прайсам. Всё, пытаюсь найти картину по номерам. Никак найти не могу. Это охладный нос. Внушительных размеров. В общем, иду ещё в один фикс-прайс, а потом домой. Я вот в таких ботинках хожу. Покупала в Зендене. Кстати, очень удобный. У меня здесь пакет бьюти-депо. Она покупала всякого в фикс-прайсе. Не знаю, я уже прошла 7 фиксов. Картин по номерам нет. Может, не завезли ещё, не знаю. Но я больше бегать по фикс-прайсам не буду. Мне проще уже на Вайлдбери заказать себе какую-нибудь картину. И всё. И приступить к рисованию. Прикольные здесь во дворах тренажёры. У нас тоже есть в городе, но не в таком количестве. Здесь их прям много. Прям замена тренажёрному залу. Нашла вот такой вот магазинчик. Товары из Финляндии. Круто. Можно тут даже что-нибудь себе купить. И вот здесь вот есть шоколадки, которые я хочу купить. У меня вот такая была с орехами. Но там очень много орехов. Она реально очень вкусная. Я хочу ещё белый шоколад с клавникой попробовать. Вообще все хочу попробовать. Стоит 280 рублей, но здесь зато 200 грамм. В общем, тут куча разных вкусняшек. В общем, я иду домой. Короче, не нашла я картину по номерам. Иду около метро Кировский завод. Ну всё, больше по фикс прайсам я бегать не буду. Такой вот пакетик. Надо будет, кстати, снять видео о том, что я купила в фикс прайсе. Взяла только всё самое необходимое. Конечно, очень много там всякой всячины. Но барахло набирать не хочется, конечно. Ну, знаете, если бы, наверное, я жила в своей квартире, я бы, наверное, покупала всякие разные статуэточки или что-нибудь декоративное. Но так как всё-таки квартира съёмная, как-то набирать всякое барахло не очень-то и хочется. Иду с работы. Сейчас вот там машина чёрная стоит. Поедем с коллегой погуляем чуть-чуть. Иду по улице. И я сейчас иду забирать один парфюм. С девушкой договорились. На Авито я нашла этот парфюм, который уже снят с производства, Пакарабан. Я как раз-таки сейчас направляюсь именно туда. Маску пока можно снять. Ветер сегодня достаточно такой сильный. Но в целом тепло. Но я, видите, хожу ещё в шарфе, чтобы горло не надуло. Не дай бог. У меня недавно, кстати, был этот аромат. Вот здесь вот я вставлю, как он выглядит. У меня просто у него с собой нет этого флакона. Я его тоже на Авито брала за 500 рублей. Не знала, как изначально этот аромат пахнет. Просто взяла вслепую. Ну, по нотам я, в принципе, ориентируюсь. Посмотрела по нотам и поняла, что мне этот аромат, в принципе, понравится 100%. Вот. И да, я не прогадала. Но я тот флакон, этого Black XS, отдала своей коллеге. Потому что ей тоже очень понравился этот аромат. Я решила, ладно, ей подарю. А сама сегодня тоже заберу, только уже у другой девушки этот аромат. Он очень крутой. Он снят с производства. Очень жаль. Ну, я, правда, про него вообще абсолютно даже и не знала. И сейчас, я думаю, пока зайду в FixPrice, а потом пойду к этой девушке. Я уже вышла из FixPrice. Вот такой купила. Там пакетик. И внутри пакетика есть некоторые содержимые. Все, сейчас я иду за парфюмом. Где-то 15 минут мне еще идти. И потом потопаю домой. Время уже 6. На улице вообще шикарнейшая погода. Прям даже не хочется идти домой. Классно. Все, парфюм я забрала. Ходила я вот сюда, на Дунайский проспект. В огромный дом. Прикольный такой корпус. Мне понравился. Видимо, новый какой-то. И бешеный ветер. Здесь, кстати, недалеко Пулковский парк. Я бы погуляла, но уже как-то поздновато. Нужно идти, короче, домой. Поэтому я сейчас поеду на Звездную, на 216-й и домой. Вот такой вот парфюмчик я забрала. Это Paco Rabanne Black XS. И вот так называется. Это фланкер. Но, к сожалению, его сняли с производства. Очень жаль. Но классический Black XS я не пробовала. Надо будет потестить. Вроде по нотам тоже это будет мой аромат. Но он очень крутой. Вот я как раз-таки коллеге отдала точно такой же флакончик. Ну, примерно наполовину. А себе вот тоже купила. Классно, что был еще один вариант здесь, в Питере. И можно было на авито купить. Этот флакончик мне обошелся в 700 рублей. Но здесь половинка его. То есть получается где-то 15 миллилитров, а может даже 20. 20 миллилитров. Очень круто. Он очень классно пахнет. Прямо обожаю его. Тоже будет один из моих любимчиков. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.